Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». Так, за прошедшую неделю с 19 по 23 октября сотрудники надзорного ведомства провели 28 проверок исполнения действующего законодательства. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 283 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 491 обращение граждан и юридических лиц. Прокурорам города проведен личный прием граждан по поручению главы государства в приемной президент РФ в городе Севастополе, по итогам которого даны поручения о принятии мер реагирования в связи с нарушениями закона об обеспечении жильем детей-сирот, установлении статуса ветерана и обеспечении лекарственными препаратами. Заместитель прокурора Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления потребительского кооператива «Дачно-строительное общество индивидуальных застройщиков-технолог». Девушка обвиняется в совершении двух преступлений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Следствие установило, что с 2016 года по 2018 председатель правления солгала двоим севастопольцам о том, что у нее в кооперативе есть участки, которые она может продать по доверенности. Используя свое служебное полномочие председателя кооператива, создавая видимость правомерной своих действий, предложила потерпевшим написать заявление о вступлении в члены кооператива. После написания заявления обвиняемый, заведомо зная, что нарушает порядок принятия в члены кооператива, не проведя общего собрания членов кооператива, в соответствии с требованиями устава кооператива, передала потерпевшим членские книжки с указанием в них ложных сведений о том, что они приняты в члены кооператива технолог, и им выделены земельные участки в постоянное пользование. Обвиняемая получила от потерпевших более 900 тысяч рублей. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. По иску Севастопольской природоохранной прокуратуры суд обязал общество с ограниченной ответственностью Севастопольский провести рекультивацию замусоренных земель в поселке Сахарная Головка. До этого прокуроры вместе с сотрудниками Департамента сельского хозяйства установили, что аграрное предприятие складировало грунт, строительные и другие отходы на принадлежащей ему земле сельскохозяйственного назначения площадью около 3,5 гектаров. В результате были нарушены химические показатели и снижен уровень плодородия почвы, что обусловило необходимость проведения мероприятий по рекультивации и восстановлению плодородия. Прокуратурой в Балаклавский районный суд города Севастополя направлено исковое заявление к агропромышленному предприятию об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Суд обязал руководство совхоза Севастопольский в течение пяти месяцев разработать проект и рекультивировать земельный участок. Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила соблюдение прав ветерана Великой Отечественной 1931 года рождения. Удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, местный комиссариат выдал женщине еще в апреле 1997 года. Жительница Севастополя обратилась в районное управление труда социальной защиты населения с заявлением о выдаче удостоверения российского образца, но пенсионерки отказали в связи с отсутствием документов. Однако к делу женщины прикреплены архивные справки и другие документы, подтверждающие, что немецко-фашистские захватчики угнали ее в 1942 году из Краснодарского края в Германию. Для защиты нарушенных прав ветерана прокуратурой в суд направлено заявление об установлении факта ее нахождения в несовершеннолетнем возрасте в концлагере, гетто и других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их в период Второй мировой войны. Ленинским районным судом города Севастополя заявление прокурора удовлетворено. Решение суда послужит основанием для присвоения женщине статуса узницы концлагерей и выдачи удостоверения.